Добро получено! Таможня дает добро! Начинаем с грустного, но потом будет много и хорошего, и полезного и нужного. А пока прощаемся с молодостью, с молодым садом. Это дерево исполнилось примерно 32-35 лет. Бирах нету, никто за их не следил. Это вам не ученый сад. Росло никому не мешало. В этом году оно было спилено. Это королевский. Он немножко за эти годы изменился. Он стал немножко похож на какой-нибудь такой среднеаритметический. Уже его фирменных отличий нет. Сейчас это уже не имеет значения. Почему? Вот это костер был сделан, был сделан 7 дней назад, 8 дней назад. Вот. Да, 8 дней. Как это могло случиться? Вот если он сейчас дает такие урожаи, уже слабее. Я просто дальше эту учебу цитирую сам себя. Здесь, если обратить внимание, здесь есть пень в самом центре. Где-то последние 15 лет верхушка была годы шли. И он еще не был адаптирован. Один из первых моих годы шли. И он постепенно отмирал центральный проводник. Вот. Почему он остался, после этого прожил еще 15 лет. Ну, может 10-12, не помню. За счет боковых веток, которые растут с самого низу. И которые для меня являются таким же важнейшими элементами. Так же, как и ветки, расположенные на высоте метр, два, три, пять. Это важнейший элемент. Вот эта фотография, она свою роль сыграла. Но лишнее подтверждение. Ребята, не воюйте с боковыми ветками. Особенно с нижними. Они такие же важные и нужные. Посмотрите на эту фотографию. Кто-то сейчас меня скажет, что железо с ума сошел. Ведь я же еще в десяток лет плодоносит. А можете больше. Но я собрал примерно 50 ведер только крупных абрикосов. Вот видите, внизу манджурцы, а вверху крупные. Вот там только и королевские тут лежат, то ли это, то ли этот. Вот где-то 53-литровых банок крупноплодных. Ну, это академики, королевские баи. Вот. Мне на эти годы хватило. Я все равно их продать столько не смогу. То, что сейчас вы видите, это примерно 10-15 часть от того, что я собрал. Вот. А за это время, я подчеркиваю, это фотография учебная. Я сказал о ценности боковых веток. Вот эти боковые ветки плодоносили последние 10-15 лет. Стамба давно нет. Центрального правильника давно нет. И давали еще, наверное, за эти последние годы не одну сотню веток. Ну, что там говорить, сами видите. Если бы вы видели, сколько еще при этом на земле лежало, мы же сразу собираем. Вот. Поняли бы, о каком урожае идет речь. Значит, и все-таки зачем спилю? А за тем, что мне места другого нет. И в стране места нет. И в Сибири места нет. Вот. Вот так вот сложилось. Но я сказал, я начинаю с грустного. А теперь, вот это манитоба, вот это наклоненное дерево. Это единственное дерево. А ему тоже лет 30-25-30 лет. Никто не вспомнит. Я имею в виду Сычев Александр Иванович, ученый из Рассашанской опытной станции садоводства, мне прислал черенки двух канадских сортов. Вот это манитоба, можно сказать, шедевр. И второй был Б-164, тоже Канада. В тот раз Рассаш начал подоносить, плоды оказались совершенно не имеющие перспективы. Ну, то есть, для крупноплодного априкоса они были очень даже невкусные. Вот. То дерево, так же, видите, что такое старое дерево? Видите, практически нет этого холма. Это старое дерево, их никто специально не садил. Этому дереву лет 28, битому где-то так. Так, там на 15-м году сама упала. Почему? Для абрикосов учеба из учебы. Даже ровное место является свертельным, и оно еще не сразу убивает их. Даже ровное место. Не ямы вот эти долбаные, мы еще видели, еще не раз покажу. Не ямы эти подлые, долбанные, а вот эти самые отсутствие холмов, так быстро их сокращают срок жизни. А я-то нагляделся и на мои, и на моих, и на железо, соответственно. На 10-й, на 15-й год у меня падали, и на 5-й, 3-й, 2-й, 10-й год у моих друзей, которые, Константин, это что ж такое-то, только начал плодоносить, стоит мертвый. А он его даже не халечил, ничего, просто стоит мертвый. Он начинает все разбираться, как у него шейка сопрела. Вот и вся причина. И основание штамба сопрела. И вот теперь, на такие утверждения, имею ли я право, я всегда учу, доказываю свое, воюю с невежеством, только на фоне вот таких урожаев. Но, к сожалению, вот именно вот это дерево, Манитоба 604, Канада, ну, ее хорошо видно, вот в верхнем правом углу видно, что она крупноплодная. Вот этот кусок, верхний правый угол, ближний план видно. Так вот, значит, единственное дерево, как я могу спилить, все, больше у меня нет таких деревьев, все, и места нет, куда посадить. Поэтому спасло его то, что нет замены. Раз. Это, перед ухами, то самое, самое первое дерево, 40-летний патриарх, который на 40-м году жизни, у него был юбилей, он дал примерно 40 ведер. Никто их не фиксировал, этот результат. Просто соберется десяток ведер, а потом еще нападает столько же, соберется десяток ведер, опять нападает. А на дереве такое впечатление, что еще и не падали. Видите, я имею право на менторский тон, как вы думаете? Мне кажется, имею. Посмотрели, естественно, теперь у него никто не собирается. Учитывая его огромный размер, трехэтажный тон, он сам себе выкопал бугор. Корни увеличиваются, вспучиваются, и это природное явление. В природе все взрослые, большие деревья имеют холмы. Все деревья имеют холмы. Я пошел сотню за сотней, прежде чем стать открывателем этого дела, потому что никому в голову не приходило, что это природное явление. Посадку на холмы придумали для меня. Другое дело, что эту посадку я потом и совершенствовал, а этому Манчжурсу 40 лет не сопрел. Ну просто повезло. Во-первых, склон градусов 10, а он успел малоснежной зимы, сибирский именно у нас. И в результате 40-летия он отметил. То есть я его решил не трогать, хотя молодежи полно. Вот. И, наконец, не трогал я еще одна деревья. Это мой молодой рекордсмен, та самая Гордесс Украины. Обратите, запомните, как выглядят плоды, сейчас вам пригодится это. Хотя бы внешний вид. Размер прикинули? Тоже 40 ведер. Вот. Те же самые. Да, теперь не знаю, кто из них рекордсмен. Но никак кто-то на ведро 2 больше давал. Точно считал. Мы при телевидении сняли 10 ведер, а такое впечатление, что... То есть не сняли, а собрали. Впечатление было, что столько же там и оставалось. А это было при телевидении. Далее смотрим. Теперь, внимание, никогда себя не выпячивал. Это Медзинова Олега Олеговича. Вот он. Видели, какой? Наконец-то увидели фотографию. Он станет знаменитостью, становится. Он когда-то станет легендой. Чтобы еще в Брянске не вырастить, для этого надо иметь специальный институт Брянский, где калечат сережья, а потом говорят, двинем их-то север. Вот это да. А вот это Медзинов, да? Чем он хорош? Смотрите внимательно. Значит, это в своем письме приложено, он написал, это крупноплодный железово. Я глаза не лук-лук. Но у меня-то крупноплодный железово сделан из этого. То есть, того же академика, причем вегетативный, прививками, а не косточками. Олег Олегович, это что такое? Вы же, и вы туда же, и вы начали портить сорта. Ну, как вам испорченый сорт, ребята? Вы бы хотели так, и себе иметь. Вот он наш волшебник. Еще раз полюбуемся. Но его не брит лицо, он дальнобойщик, поэтому ему некогда тут бриться лишний раз. Идем дальше. Кстати, уже то, что он сильно занят, и помогает ему расти деревья без особого ухода. Видите? Вот когда-то, вот у меня получилось то же самое. Смотрите. Нижняя скалетная ветка. Благодаря им дерево никогда не погибнет. Ладно. Посмотрели. А теперь, знаете, тут какая-то такая сейчас логику прочитаем. Вот это мое самое морозовое в мире абрикос под названием Касанский. Так. Он привит. На фотографии вы видите, что это свежий снимок. Позади сорокоградусная зима. С трех последних зим две сорокоградусные. Но в этот раз короче было. Ну, пусть два-три ночи с минус сорок. И вот он весь урожай. И это не так много от него осталось. А в 2016 году ко мне приезжало телевидение и показало этот самый значит это же дерево только роскошное и все персика. И мы стоим с этим с Кунтасевым с ведущим этого телеканала как называется я скажу телеканал начал забывать консультант садовода вот и я тут это самое как расход дахтался все все красиво рассказал но если бы я был неправ оно было бы мертвое а оно выжило а вот то что вы видите именно вот эта вот ветка она выше уровня вот тут двухметровый забор вот он она выше двухметрового забора как говорится на семи ветра северный ветер южный какой хотите и я тогда сказал из привитых деревьев это самая мастерка в мире но это только присказка внимание вот это вот мой украинский вырастил чуть за четыре года мой украинский друг и земляк значит ну в общем ну скажу только это самое имя отчества Валерия Александрович так пока этого достаточно почему я эту фотографию разместил смотрите Железов от него попала Чернобаева Чернобаев от Малькова за Парижскую область а потом Сумскую область вот к нашему Валерию Александровичу так это еще тоже присказка идем смотрим дальше итак я все время пытаюсь объяснить что мы садоводы вне политики мы вне войны вот наша задача с помощью садоводства объединять и объединяться вот понимаете это тоже ну в данном случае я считаю Валерию Александрович что это наша с вами задача потому что ну давайте смотреть что такое жизнь порознь вот Украина порознь вы взяли три саженца персика хасанский подчеркиваю это когда-то приехала с Сибири от меня да вот за 20 долларов много это или мало ну давайте считайте сами и вот меня что удивило я почему говорю что мы особые люди я еще больше горжусь другом с вами Александрович вы взяли вот это я фотографию сделал прямо с этого с экрана вашего ролика вы копали три персика у вас слава богу на Украине уже это да потом забуду погода у меня минус 9 и валит снег который я так ждал зимой поняли да у меня нормальная зима идем дальше вот показал в реальном времени и так когда-то эти персики вы сейчас начали их садить садить надеюсь очень скоро хотя бы пусть на следующий год на этот пусть они едут в Россию завоевывают Россию это единственное вы сами рассказывали которое плодоносил после минус 27 когда канадские персики у вас погибли вот так вот я еще это самое как бы нас не называли хитрыми жадными хохлами я про себя и про него но извините по нашим российским даже меркам тоже не богатая Россия извините а это то что превратится через 4 у вас там через 4 года а вот через 3 вот это вот я считаю что это вы продавали бесплатно так что не такие уж мы хохлые хитрые и жадные вот и вот ваш новый друг а значит мой новый друг вот повторяю мы одной крови написал это письмо можно я полностью процитирую Ваэль Александрович это вы нет здравствуйте еще раз еще раз хочу поблагодарить за такой подарок от вас правильно вы третий саджин подарили я молодой садовод мне 20 лет ребята пройдет месяц и меня услышит ровно 500 человек но это основной канал ну и там еще других каналов ну пусть тысяча я боюсь что с этой тысячи у нас ни одного 20 лет вы сейчас позвали к экрану молодежь нет те которые сегодня это пиво пьют все-таки на одного стало больше почему потому что для нас границ нет читаем дальше изучил очень много теоретической информации но практический опыт буду набирать активно только в этом году и несмотря на малый опыт есть амбициозные масштабы цели и идеи в плане садоводства огромное желание вот я специально тут нет его фамилии имя-отчество нет и не надо сами знаете почему но вы понимаете 20 лет и вот тот же наш принцип посадил и растет посадил и растет и умирать не собирается благословенная Украина я потом покажу как еще это Беларусь извращает того же Железова но это будет ниже вот и молодой человек меня вот это так растрогало я так же правда ну слово пропустили я так же продолжаю дело Железова насколько настолько смогу дело Железова но граница нам помешала пока что мне нечем поделиться за открытие виновшеств но в будущем если получится осуществить задуманное будет чем уникальным поделиться понимаете Валерий Александрович с ним поделился поделился саженец подарил и вот это перейдет к нему поделиться и мне было бы интересно в будущем поддерживать связь с вами все это самое я считаю что вот еще один так сказать гнездо будет такое может быть даже больше чем в России у нас так плохо с садоводством и с каждым годом все хуже хуже но украинцы они садоводы все как Валерий Харстин Железов говорил возьмемся за руку друзья чтобы не пропасть поделочки вот это есть так что мне спасибо что на Украине нас тоже становится больше украинцев и в 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 Продолжение следует...